Я держу в руках книгу «Динамика самодвижения». В ней популярно изложено о том, как можно летать в космосе и без ракет. Её автор – мой соратник, разделяющий мою идею всеобщего самодвижения и прилагающий максимум усилий для усовершенствования этой идеи и её продвижения. Причём, разделяя и мой принцип, сводящийся к тому, что новое имеет право на уродство. Идея всеобщего самодвижения, по сути, сводится всего лишь к реконструкции идеи всеобщего движения на основе учёта извечного внутреннего движения тогда, когда оно, очевидно же, без серьёзного обоснования на практике игнорируется. В погоне за дешевизной она выпущена в мягкой обложке. Тем не менее, один из первых экземпляров, которых я получил, я отправляю, так сказать, своему поклоннику, который безоговорочно верит в мои идеи. Соответствующую надпись я сделал в день космонавтики. Между полётом первого космонавта Гагарина и успешным запуском ракеты... Речь идёт, конечно же, не о космической ракете. Прошло 28 лет. Это свершилось 17 августа 1933 года. Речь идёт о достижении знаменитой организации ГИРД, которую в каком-то смысле можно было бы уподобить и нашей глобальной волне, которая уж точно отметилась бы уже такого рода достижением, если бы, например, на месте Шойгу был тот же Тухачевский. Ведь если говорить об эпохе самодвижения, об эпохе освоения космического пространства при помощи безрасходных летательных аппаратов, которая вот-вот должна наступить, то для создания подобных аппаратов вполне достаточно, в частности наших, с Юрием Николаевичем Ивановым, книг о всеобщем самодвижении. Старт ракеты ГИРД-09, или 9, как называли в те времена, оказался практическим результатом идей, заложенных в трудах наших великих соотечественников, представителей русского космизма, которые в области ракетостроения продвинулись тогда ненамного дальше, чем мы сейчас с тем же Ивановым в области создания безрасходных летательных аппаратов.